Живописные пейзажи Лазутинки разбавила дорожная техника, самосвал, асфальтоукладчик, каток. Но это ненадолго. Работы по замене покрытия трассы обещают провести в кратчайшие сроки. Мы, конечно, планируем за эти несколько дней устранить самые проблемные участки. В основном это спуски, низины спусков. Там были достаточно существенные неровности. Я надеюсь, что уже через несколько дней они будут устранены. Сначала объезд вверенной территории, только потом дорожные работы. Все проблемные участки обозначили заранее. Особое внимание уделили спускам и подъемам. Это важно для безопасности спортсменов и отдыхающих. Под пение птиц не спеша движется асфальтоукладчик. На помощь технике, вооружившись лопатами и гладилками, спешат рабочие Одинцовского ДРСУ. Расскажите, пожалуйста, как называется ваш инструмент и зачем он нужен? Называется гладилка, он нужен для того, чтобы выравнивать асфальт, разглаживать. А после вас каток? После нас каток. Не только ровно асфальтовое покрытие сделает трассу Лазутинки еще безопаснее. Совсем скоро здесь установят навигационные таблички и обновят разметку. И тогда уже многое будет зависеть от самих посетителей. Очень хочется некой обратной, ответной реакции со стороны наших посетителей. И понимания, что все-таки в рамках одной 6-километровой дистанции мы сегодня вынуждены умещать и желающих покататься на лыжероллерах, и на роликах, и на велосипедах, ну и, соответственно, тех, кто ходит пешком. В парке культуры, спорта и отдыха приводят в порядок не только асфальтовое покрытие, но и ливневку. И это еще не все, говорит Николай Круглов. Посетителей ожидает много сюрпризов уже в ближайшее время. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.